Знали ли вы, что студия, подарившая нам Сталкера, на самом деле четыре разные студии? Что людям, делавшим эту игру, удалось создать красивую инди-головоломку и чернобыльский батл-рояль и отправить нас в путь по шпалам, набитого мутантами метро? Но это длинная и запутанная история. Всем привет! С вами канал IGM, и сегодня мы узнаем, что делали авторы Сталкер все эти годы. В 2007 году украинская студия GSC Game World выпустила Сталкер Тень Чернобыля. Частично основанная на произведении Стругацких и фильме Тарковского, игра рассказывала о Сталкерах, приключенцах, наёмниках и вообще отличных парнях, которые увлекательно проводят время в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. На ранних этапах разработки авторы хотели воплотить в игре открытый мир, живущий собственной жизнью. Однако во время долгой и трудной разработки от этого, как и от многих других технически сложных идей, было решено отказаться. Сроки переносились несколько раз, игра меняла движок, а на ранних этапах разработчиков металла от космооперы в духе «Звёздных врат» до ультрареалистичного мира. Но несмотря на это, после выхода Сталкер обзавёлся внушительной армией поклонников. Очень точно переданы атмосферы разрухи и уныния. Проработанные узнаваемой жителями постсоветского пространства мир, вызывающие добрую ностальгию, увлекательный геймплей и грамотный синтез жанров шутера от первого лица, РПГ и Сувайвл Хоррора сделали своё дело. Начался настоящий сталкерский бум. Сообщество фанатов раскупало книги по вселенной игры, создавало моды, собиралось на фестивали и ролевые игры. Всем было очевидно, что продолжению – быть, и оставалось только ждать. Но давайте вернёмся немного назад. GSC Game World была создана в 95-м году 16-летним программистом-любителем, который решил не выдумывать лишнего и назвать студию по своим инициалам. GSC в названии студии – это Григорович Сергей Константинович. До того, как выйдет первый сталкер, ещё пройдёт 12 лет, которой студия тоже не сидит без дела. GSC Game World начала первой на Украине переводить игры на русский язык. В 1997 году студия занялась разработкой своей первой игры. Среди множества жанров разработчики остановили выбор на квесте, но из-за нехватки опыта он так и не был создан. Поэтому студия обратилась к стратегиям в реальном времени и вскоре выпустила Warcraft 2000 – Nuclea Epidemic на базе собственного движка. Этот проект был некоммерческим – пробой пера, и студия выложила его в сеть в свободном доступе. Чуть позже наработки от Warcraft используются для проектов Doomcraft и Казаки. Правда, из производственного котла выбираются только последние. Итак, в 2001 году студия разживается ещё одной стратегией. Казаки Европейские войны приносят GSC заметный успех. Казакам выпустят дополнение, а следом шутер от первого лица – Venom – Codename Outbreak. Геймплейная фишка этой игры заключается в том, что вам предстоит контролировать сразу двух персонажей. Одного вы ведёте с помощью привычных клавиш управления, а второму отдаёте команды. Между ними возможно было переключаться и совершать таким образом хитрые манёвры. Ещё пару лет GSC Game World выпускала аддона к казакам и в фоновом режиме занималась тем самым заветным шутером по звёздным вратам, который в итоге и стал первым сталкером. В 2002 студия выпустила ещё один стратегически важный проект – завоевание Америки. В игре игроки, вот это сюрприз, получили возможность завоевать Америку от лица самой США или разных европейских колониальных держав. Геймплей получился идентичным геймплею в казаках, кроме разве что добавленных модификаторов морали, боевого духа и опыта. Игровые издания встретили завоевание неоднозначно. Простили ей заикающийся дикторский голос и кривоватую работу движка за то, что она продвигала отечественный игропром вперёд. В этом же году несколько сотрудников студии отправляются на экскурсию в Чернобыльскую зону отчуждения и под впечатлением, наконец, принимают окончательное решение о судьбе их затяжного долгостроя. Всё будет происходить именно здесь, на печальных болеющих землях. Позже из-за неполадок с авторскими правами слово «сталкер» разрубается точками, а предполагаемым годом выпуска назначается 2004-й. На этом трудном пути студия не останавливается в разработках менее крупных проектов. Среди них шутер от первого лица «Файестата» и гоночная аркада «Ховер Эйс». GSC Game World продолжает развиваться и обзаводится собственным издательством – GSC World Publishing. Первой выпущенной им игрой становится ещё одна стратегия под названием «Александр». Второй сиквел «Казаков» с подзаголовком «Наполеоновские войны». Несмотря на разнообразие и довольно приятную частоту, с которой выходят игры, у студии начинаются первые проблемы. «Сталкер» Чен Чернобыля переносится сначала на год, а потом и вовсе на неопределённый срок. После выпуска фэнтезийной RTS-RPG «Герой уничтоженных империй» в феврале 2006 года некоторые сотрудники студии начинают жаловаться на заработную плату. Долгие переговоры с начальством проблему не решают, так что часть сотрудников покидает GSC Game World и создаёт свою студию – 4A Games. Алексей Шишковцов и Александр Максимчук – программисты, принимавшие участие в разработке движка X-Ray. Они стали основателями новой студии. До выпуска первого «Сталкера» ребята не дотерпели год. Противовес они начали разработку своей игры, стоящей на стыке жанров шутер от первого лица и survival horror. Для неё был создан новый движок – 4A Engine. Не обошлось без горячих дискуссий об оригинальности этой разработки, ведь неприятный осадок после ухода программистов у Григоровича всё-таки остался. После релиза первого «Сталкера» от его студии откололось ещё несколько сотрудников, которые также пришли в 4A Games помогать с их игрой. Общими усилиями в 2010 году они выпустили «Метро 2033», основанную на книгах Дмитрия Глуховского. Несмотря на неэффективную рекламную кампанию со стороны издателей и плохие продажи на старте, игра получила положительные отзывы и фанатов, которые ожидали продолжения. Продолжение серии «Метро» получила незамедлительно. В 2013 году выходит «Метро Ласт Лайт». Сюжет игры отходит от книг Глуховского, а разработчики проделывают качественную работу над ошибками. Графику, геймдизайн и звук игры усиленно хвалят, но сюжет всё же вызывает некоторые вопросы. Спустя год «Метро 2033» портируют на новую версию 4A Engine, улучшают визуальную часть игры и анимацию, исправляют баги, искусственный интеллект и механики боя. Апгрейду подвергается и «Ласт Лайт». Игровой процесс и графика становятся на уровень выше. Всё это собирают вместе и выпускают в издании «Метро Редакс». К сожалению, всё выходит не так уж гладко. Не все недостатки обоих игр вышло исправить. Искусственный интеллект и сюжетная составляющая так и не поумнели. В этом же году началась и разработка следующей «Метро». Дмитрий Глуховский проболтался о ней раньше времени, ещё в 2015 году, и посулил выход игры по мотивам романа «Метро 2035» уже в 2017 году. Новый издатель «Метро» Дип Сильвер опроверг его слова. В 2017 году игру только анонсировали, но фанаты и всё игровое сообщество уже были вне терпений. «Метро Эксодус» вышла в начале 2019 года. Игра обладает некоторым количеством спорных решений, огромным количеством багов и парочкой соседей-гигантов, вышедших слишком близко к её релизу, но всё же в целом 4A Games справились. Их игра вызвала бурную реакцию среди как обычных игроков, так и журналистов. Некоторые клянутся ей в вечной любви, а некоторые смотреть на неё не могут. А такая реакция многого стоит. На данный момент студия имеет офисы в Киеве и Мальте, а за последние несколько лет её штат из двух программистов-бунтарей возрос до двух сотен человек. Ну что ж, успехов им. Вернёмся к началу нашего ролика. «Сталкер. Тень Чернобыля» вышла в 2007 году и стала самым успешным проектом студии GSC Game World. Естественно, прибыль и отзывы заставили студию сфокусироваться на продолжении проекта. Через год выходит дополнение приквел «Сталкер. Чистое небо», а спустя ещё один — дополнение сиквел «Сталкер. Зов Припяти». Оба дополнения вызвали ворох жалоб на оптимизацию, баланс и баги. Баги уже можно было считать фишкой серии. Похвалить, впрочем, тоже нашлось за что. «Зов Припяти» отмечали за хорошие квесты и боевую систему, «Чистое небо» за улучшенную графику и проработку окружения. Нужно было двигаться дальше, и 13 августа 2010 года студия объявила, что начала разработку «Сталкер 2». Он должен был стать продолжением серии о Чернобыльской зоне и работать на кроссплатформенном движке. Выход планировался на 2012 год. Параллельно пыталась разрабатываться изометрическая MMORPG «Сталкер Онлайн» на основе Adobe Flash. Студия начала делать и «Сталкер Уорлд» — многопользовательский шутер от первого лица, который должен был стать главным источником денег для разработки второй части игры. Однако этим проектам не суждено было жить. 10 декабря 2011 года на собрании сотрудников GSC Game World Сергей Григорович объявил о закрытии компании. С чем это было связано, до конца не ясно. Но Григорович, по слухам, был недоволен тем, как продвигалась разработка второго «Сталкера». Новость тут же разлетелась по интернету. И одновременно с этим неизвестный источник опубликовал концепт арты к, видимо, уже отмененной игре. Все фанатское сообщество замерло в ожидании, что это пиар-ход или настоящий конец. Официальных заявлений о закрытии студия не делала. Лишь через несколько дней бизнес-партнер Григоровича сообщил, что студия функционирует, но исключительно в лице самого Григоровича. Остальные сотрудники были уволены с выплатами до февраля. Когда эти выплаты закончились, бывшие сотрудники GSC поняли, что пора что-то делать. И основали собственную студию – Восток Геймс. Они всё ещё хотели делать игры, но ни у одного из инвесторов, согласившихся работать с ними, не было достаточного бюджета, чтобы создать игру такого же масштаба, как «Сталкер». Пришлось перестроить планы и перейти на что-то попроще. В апреле того же года новорождённая студия анонсировала «Сувариум» – многопользовательский шутер от первого лица. Действие игры должно было разворачиваться в постапокалиптическом мире, наполненном мутантами и аномалиями. «Сувариум» отчасти можно назвать «наследницей Сталкера». Атмосфера и мир игры неизменно напоминают о нём. Восток Геймс подтверждали, что они хотели использовать некоторые идеи, которые не нашли воплощения в отменённой игре. Но, тем не менее, игру создавали с чистого листа. На новом оригинальном движке и по смелым заверениям студии игра представляла собой идею «Сталкера», вышедшую на новый эволюционный этап. В 2014 году «Сувариум» выпустили в открытый бета-тест. Игра разрабатывается и поддерживается до сих пор. Тень Сталкера, похоже, будет витать во всех играх студии Восток Геймс. В целом их можно понять. Не только они, но и огромное количество фанатов всё ещё скучают по серии и могут надеяться только на её продолжение. В начале этого года вышло из раннего доступа ещё одно детище студии – Fear the Wolves. Задумка игры «Баттл-Рояль» в атмосфере Сталкера могла бы звучать как формула успеха, однако где-то закралась ошибка. Ну, то есть баг. Это наследие Сталкера тоже просочилось в игру и заметно подпортило её репутацию на первых днях раннего доступа. Сейчас большую часть багов уже устранили, однако игровой баланс, в котором волки чуть ли не опаснее настоящих игроков, однобразные постройки и почти очевидное сходство с PUBG всё же не играют в Fear the Wolves на руку. Вместе с тем нужно отметить, что на мой вкус игра выглядит не так уж плохо, а погодные эффекты красочны. Для зоны отчуждения так чересчур. В 2011 году из GSC Game World вышла ещё одна студия – Flying Cafe for Semi Animals. Разработчики-энтузиасты провозгласили своей задачей создавать игры, в которых уровень содержательного наполнения отвечал бы уровню визуальной формы. Они хотели, чтобы в их играх блистательные инди-истории сочетались с высокобюджетными картинками ААА-проектов. В 2011 году они анонсировали Cradle – фантастический квест от первого лица. Игра должна была выйти в 2012 году, однако дата не раз переносилась, и в итоге релиз состоялся спустя три года. Получился 3D-квест со свободным перемещением, где игрок может взаимодействовать почти с каждым объектом и собирает крупицы знаний о мире из множества записок и не таких уж частых диалогов. Однако, несмотря на довольно знакомую механику, можно пройти Cradle и так ничего в ней не понять. Это та самая блистательная инди-история, которая откроется вам только если вы досконально её изучите. Это история о красоте. И она правда красивая. Я сейчас говорю не о графике, и понять это можно, наверное, только прочувствовав Cradle. В ней Flying Cafe for Sam Animals одновременно очень близки к Сталкеру и также далеки от него. В 2014 году GSC Game World вернулась из небытия. Студия эпатировала сообщество с заявлением, что занимается новым проектом уже более полутора лет, и он будет анонсирован совсем скоро. Конечно, это были третьи казаки. Пару лет студия делала вид, что вообще не понимает, чего же от неё ждут на самом деле, и неторопливо занималась разработкой игры. В 2016 году казаки вышли, и GSC Game World занялась поддержкой игры. К 2018-му, очевидно, уже было невмоготу даже им, так что, наконец, произошло то, чего все так долго ждали – анонс Stalker 2. Новым проектом компании теперь руководит брат Сергея Григоровича – Евгений. Громких и многообещающих заявлений разработчики на этот раз не дают, а практически молча ведут работу над проектом. Только пару месяцев назад Сергей не удержался и всё-таки сказал, что выход игры станет культурным событием. Либо игра не выйдет. Надеемся, что в этот раз всё пойдёт гладко. Студия сделает выводы из предыдущих игр серии и сможет сохранить то самое, за что их так любят. Поделитесь с нами в комментариях своими ожиданиями от второго Сталкера и тем, ждёте ли вы его вообще. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, а также жать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики от iGEM. Скоро услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok